Международный турнир Валентина не зря вспомнила значки ГТО. Участники международного турнира будут не только играть на сочинских полях в футбол, но и попробуют сдать нормы ГТО. Каждый в своей возрастной группе. Это реальные депутаты, члены правительства, министры. Поэтому за два дня мы выявим победителей. Никто не останется без подарков. Потом будет галоматч со сборной администрации города Сочи. Сразу после торжественного открытия турнира участники вышли на поле. С командой Краснодарского края играли работники правительства Саха-Якутии. С командой Нижегородской области команда Сейм Латвии. На одном поле сразу шесть команд. Интересный турнир. Мы всегда с удовольствием приезжаем сюда. Хорошая компания. Давно уже все друг друга знают. Поэтому приятно всегда приехать со своими друзьями, увидеться. Естественно, корпоративный дух в любом случае поднимает. У нас в команде очень много работников правительства, которые мы друг друга не только играем в футбол, но еще и работаем вместе. К тому же повезло и с погодой, как по заказу, говорят футболисты. Весенний футбол для них в Сочи как новый старт в административной работе. В постолимпийский период город Сочи стал востребован многими международными спортивными, российскими, региональными федерациями по видам спорта для проведения различного рода соревнований. Но хорошо то, что город Сочи принимает не только профессиональных спортсменов. Многие общественные организации, объединения тоже выбрали наш город. Для этого созданы все условия. Депутаты и управленцы будут играть в футбол до 19 апреля. Победители намерены провести еще и галоматч с сочинской командой. Елена Овсицына, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.